Вы смотрите телеканал Вариант и сегодня у нас на первом плане директор государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области киноцентра Елена Ермакова. Здравствуйте Елена. Добрый вечер. И режиссер, организатор концерта «Знай наших» Вячеслав Макан. Здравствуйте Вячеслав. Добрый вечер. Ну я знаю, что вы пришли с подарками, рассказать точнее о подарках, которые вы приготовили к юбилею Владимирской губернии. Ну кто начнет? Давайте вам слово Елена. Ну действительно, в ближайшие выходные ожидается празднование 75-летия Владимирской области. Это большой праздник, потому что наша область имеет богатую и очень интересную историю. И мы очень рады, что у нас есть возможность принять участие в этом празднике. Наш киноцентр в рамках празднования будет работать на такой площадке, которая называется «Открытый кинотеатр». Ну что такое кинотеатр? Это экран, это проектор, это зрительные места для зрителей. У нас это все будет обязательно. Мы будем работать с 12 часов дня в субботу, 17 августа до 10 часов вечера. По плану у нас будут проходить в течение дня кинопоказы таким образом. Начнем мы с очень интереснейшего просто проекта. Мы очень рады, что у нас есть возможность прикоснуться к этому проекту, который называется «Имя символ 33». Это документальные фильмы, которые рассказывают о знаменитых, выдающихся людях, которые прославили нашу область в разные годы. Это и наши современники, и те, кто жили далеко, и в прошлом веке, и в позапрошлом веке. То есть это те люди, которыми мы гордимся. Вот мы, все эти фильмы, они где-то идут от 17 до 20 минут. У нас будет там афишка. Все успеете показать из тех, что вот сняты? Ну, не все. Если честно, то не все. Несколько фильмов мы не успеваем показать в рамках работы нашей площадки в этот день. Поэтому у нас обязательно будет возможность где-то в другом месте их показать. В 19.15 у нас будет премьерный показ фильма, посвященный 100-летию нашего тоже выдающегося поэта-песенника, которому в этом году исполнилось 100 лет, это Алексей Иванович Фатьянов. Замечательный фильм о его творчестве, который будет представлять его внучка Анна Китина Фатьянова. И завершим мы наш показ, кинопоказ в 2020 художественным фильмом, который называется, я думаю, очень актуально «Один день лета». Это молодежная комедия, она и веселая, и там есть много добра, много различных ситуаций, которые мы можем встретить в жизни. Я думаю, что это такой легкий фильм, который понравится всем, не только молодежи. Елена, вы смотрите, символ 33, понятно. Понятно. Анна Китина и фильм о Фатьянове понятно. Почему «Один день лета»? Лето навеяло? Почему «Один день лета»? Да просто, вы знаете, во-первых, лето. Во-вторых, вы знаете, в этом фильме, если кто не видел, мне вот, само я его смотрела, этот фильм, мне очень понравилось, съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге. Там прекраснейшие, чудесные виды Санкт-Петербурга. А мы будем находиться в центре города, на театральной площади, где рядом прекрасные золотые ворота. Это тоже один из аргументов. Но и, наверное, самый главный аргумент, то, что это вечернее время, и мы предполагаем, что, наверное, у нас будет много молодежи. А это фильм «Молодежный». Он основан, основной сюжет связан с таким направлением, который сейчас нет ни одного молодого человека, который не пользовался бы селфи. Поэтому как раз это вот про это, про все. Это весело, это интересно. И я думаю, что молодым людям это понравится. Кого ждете на показе? А мы ждем... Вообще, когда мы думали, что включить в программу кинопоказов, конечно, это семейные просмотры. Обязательно на этих просмотрах на дневных должны быть дети с родителями. Потому что, когда мы говорим о выдающихся людях, которые прославили, это как раз вот то, что мы называем патриотическое воспитание. О нем не надо говорить, как я всегда люблю повторять. Не надо говорить, что мы занимаемся патриотическим воспитанием. Просто надо быть патриотом. Надо делать все, чтобы вот как раз дети могли посмотреть, чтобы они задали вопрос родителям. А кто это? А что это сделали? И когда родители смогут объяснить, откуда у нас пошло радио. Ты радио слушаешь, телевизор смотришь, а ты знаешь вот это, то-то, то-то. То есть я думаю, что это вот как раз мы ждем такую аудиторию. Ну и как я понимаю, что даже если человек уделит хотя бы 20 минут, ну вот из жителей города или из гостей города 20 минут, он успеет посмотреть один хотя бы фильм «Символ 33» и узнать что-либо о Владимирской области, так? Да, конечно, это обязательно. И я хочу еще сказать, что кроме, значит, кинопоказа на нашей площадке, у нас будут стоять тантаморецки, где желающие смогут фотографироваться. Это несколько кадров из фильмов и наших любимых анимационных фильмов, да, где и взрослые дети могут вместе фотографироваться, чтобы у них осталась память. Может быть и селфи сделают. Это все-таки вот откуда день-день лета, да? Да, конечно. И у нас еще будет работать фотошоп, где мы предложим уже фотографии, где люди могут быстро сфотографироваться, чтобы мы на память им оставили фотографии. Это кадры из фильмов, все знакомые фильмы. И очень интересная получается фотография. Мы попробовали сегодня на наших сотрудниках, и мы вот целый день у нас у всех хорошее настроение. Так что я думаю, что те, кто придут поучаствовать, будут довольны. То есть они не только узнают много нового, но и уйдут с красивыми, хорошими фотографиями. Памятный подарок, вы спрашивали. Да, памятный подарок. Хорошо. Вячеслав, ваша лепта. Нужно рассказать сначала, наверное, как пришла идея, да? Если вы говорите о подарке, то действительно есть чем хвалиться нашей истории в Владимирской области. Но есть современные герои, о которых Владимир может слышать или видеть только с телевизионных экранов, да, федерального значения. Все они имеют Владимирские корни, эти ребята, жили здесь. Это наши ребята, которые уже прославляют сегодня Владимирскую область не только на федеральном канале по всей России, но и СНГ уже и мирового масштаба. Ну, стоит сказать о том, что программа вечерней начинается в 18.30 на Театральной площади. Это полноценный эстрадный концерт, ну, скажем так, практически кремлевского формата, даже потому, что даем возможность каждому исполнителю спеть по три песни и услышать их в разных жанрах, может быть. Нужно сказать, что это эстрадный концерт, где можно совершенно спокойно передвигаться, аплодировать и даже танцевать. Еще раз напомню, в 18.30 начало нужно перечислить ребят, которые представляют нашу область на федеральных каналах. Мы вспомним обязательно про фабрику звезд, и Роман Барсуков обязательно приедет. Помните, группа КГБ, это та фабрика, о которой, наверное, помнят люди, которые 30+, скажем так. Нужно сказать, что есть и более современные герои, например, последние Голосята ребята, Захар Усенко приедет, Маша Свердюкова, уже сегодняшняя москвичка, приедет. Это первооткрыватель Голоса детского. Маша уже взрослая, ей 14 лет, она споет новые хиты, новый взгляд девушки. Тем более в рамках интереса, что Макс Фадеев сейчас делает с ней новый проект, но это оказывается тайно, дальше ничего не могу сказать. Мы ее увидим в ближайшее время в новом формате. Обязательно приедет. Из таких современных героев наших звездочек, Кира Гагаладзе, это буквально новоиспеченный продукт, скажем так, да, только что. Вот на последнем международном фестивале искусств Славянской базы Рвитебске, она стала лауреатом, споет обязательно. Нужно вспомнить о том, что есть ребята, которых, может быть, не так мы знаем, потому что они давно уехали, это взрослые люди, но сегодня это заслуженный артист Хакаси, солист ансамбля военного имени Александрова, Степан Ягураев, он тоже приедет и споет уже, поддержит патриотическую тему, скажем так. Нужно вспомнить о ребятах, которые на других проектах, допустим, песни на ТНТ, обязательно Алана Чочио споет, тоже три вещички, которые, может быть, понравятся молодежи в современном формате. Но это однозначно все хиты, мировые и русские, и современные, и те хиты, которые действительно уже приобрели статус хита, потому что проверены в истории. Конечно, наши две звезды с голоса, которые работали в одной команде, Полина Гагарина и Семеновна, Англичка и Ольга Задонская приедут. И даже более того, про подарки. Если вы или зрители могут заглянуть на их страничку в Инстаграме, они делают нам дуэт. Это специально в честь праздника губернии приехать на свою малую родину и поздравить всех. Слушайте, Вячеслав, мне кажется, ничего подобного у нас ни разу не было. Нет, это правда. Вы правы, потому что... История Владимира сильна, но она сильна и людьми. И вот современные герои, которым тоже можно порадоваться не только с телевизионных экранов, а пообщаться с ними вживую, услышать, что они умеют, и, собственно, насладиться этим творчеством. Вот такая возможность появилась. А как пришла сама эта идея объединить такое количество людей и насколько легко они все шли на контакт и соглашались в своем графике? Потому что многие здесь уже давно не живут, многие заняты, лето, отпуска. Ну, не секрет, что я давно работаю с артистами и с молодыми артистами. То есть, подход знаете, да? Я поддерживаю. Да, здесь работает, наверное, мой опыт. И тема знаний наших, она возникла как раз в эпоху, когда мы говорим о наших земляках с большой гордостью и с радостью. Не только вот посмотрев на них, а это Владимирский или не Владимирский. Эти ребята из народа, из нас, сейчас это не то, что доступно, скажем так, а через труд они достигают, через усилий достигают таких вот звездных рубежей. И почему бы не радоваться нам и аплодировать нашим голосятам, нашим фабрикантам и нашим ТНТшникам, скажем так. Ну, легко соглашались, сразу? Про это, вы знаете, согласие получал сразу, но график сейчас действительно двигается, потому что бывают разные казусы, если хотите, и это всегда интересно, что вот Захар, к сожалению, путешествуя или занимаясь своими творческими проектами, у него их много. Ну, Захар-то как раз еще пока живет в Владимире. Ну, это не мешает мне гипси. Я говорю, выходишь в гипси, значит. Конечно, да. Такой подарок, это уже был для меня. Маша Свердникова, действительно, было долгое согласование с парадистическим центром, но поскольку мы сотрудничали и с этим центром, то получили согласие, и Маша будет. Если говорить про Степана Игураева, то сегодня, действительно, вот завтра закрывается игры «Военные патриот» в клубе «Москве», не в клубе, как это называется, я забыл, «Патриот», центр, где военные сейчас игры-то международные масштабы, они должны с хором Александрова закрывать их. Если все нормально, то он в субботу будет, если состоится в пятницу правильная репетиция, и он сможет. Семен Величко, действительно, очень сложно, с удовольствием согласились, с Олегой, и даже дуэт, нашли время, вот я говорю, нашли, но потому что для них это родное, для них возвращаться сюда, это честь, и большое удовольствие, потому что они отсюда, они здесь, им все родные, все близкие, и всех увидят. Ведь правда, порой и родственники-то их не видят, и не общаются, а здесь все рядышко, зато увидят. Ну, как я понимаю, весь концерт на улице, так? Да, это площадной, большой концерт, сцены будут стоять около драмтеатров, входа главная будет, всем видно, высоко на ступеньках, в общем, вся площадь наша. Договорились ли вы о погоде? Да, мы периодически делаем звонки, просили, добиваемся, но при любой погоде состоится концерт, дай бог, нам дадут время, чтобы попеть, потанцевать, повеселиться. Ну, мы же не такие грешники. На кого рассчитывать, вот 18.30 сначала, да? Кого ждете в 18.30 на площади? Ну, я вам скажу, что 18.30, конечно, это не детское время, совсем детское, да, но родители, которые пришли с детьми, могут совершенно остаться, потому что песни, которые выбраны, знают все, и даже сегодня малыши, вы знаете, если радио работает, там, если радиоприемники в машине, везде, они знают эти песни наизосе, то есть, что тут такого-то, ну, пускай остается с ними. Плюс ко всему, нашими, да, главными, скажем так, людьми, которые должны быть на площади, которые любят творчество и поддерживают наших ребят, потому что хедлайнерами, я представляю, сколько будет вопросов по поводу хедлайнера, вы же знаете, что это группа Корни? Нет, конечно. Нет, еще не знаете, почему выбрали группу Корни, да, мне кажется, это как раз тот формат, когда 30 плюс. Я думала, вы хедлайнеров перед этим перечисляли. А я еще не все и закончил по хедлайнерам. Ребята, приятно с большим удовольствием, потому что, как бы, и фабриканты дружат, и общаются, и плюс ко всему, я думаю, вот 30 плюс люди, которые этих ребят помнят, знают, были влюблены, и девушки в том числе, фанатские группы до сих пор, идет активная переписка, как они собираются, что собираются. Ну, и я вам скажу по количеству, они настоящие хедмекеры. Ну, порядка 26 песен, и что не перечислишь, все хит. Мы всех знаем, всех на устах, поэтому группа Корни, вроде бы не так, ну, взять и сказать, современного прям, ультрамодного артиста. Ну, это обладатель пока одного, двух, трех хитов максимум, да, и что дальше будем делать, да. А здесь будет собрана хорошая программа, ну, давайте, ну, навскидку, вот я подсказку, «Наплакала береза», знаете вы же эту песню? Конечно, конечно. «С днем рождения Вика», «Ты узнаешь ее», «В 25 этаже», вот что не перечисляешь, все хит. Вот я насчитал 26, и они, будем вместе петь. Но, и это еще не все, потому что сразу после ребят заступает наш диджей, имя которого, наверное, в узких кругах знает, клубных, да, это человек тоже Владимирец, который уже сегодня обладает регальными в списке 40 диджеев, лучших, дип-хаус, диджеев, музыкантов страны нашей, да, гастрольный тур, которого, вот, про занятость, ну, вот буквально в этот день еще два, кроме нас, выступления, поэтому мы все делаем, чтобы он приехал и отработал для Владимирцев в таком формате. Джейн, но хопс. Александр готовит специальную программу по хита, но, кстати, не только, человек, который, ну, скажем так, занимается переделкой треков, он еще сам автор, композитор, его треки звучат и покупаются во всех цифровых магазинах мира, его треки звучат от Мексики до Бразилии, и он будет играть здесь, и мы будем танцевать вместе с ним, час он отработает в честь Владимирской области. ну, это действительно шикарный подарок для наших земляков. Надеюсь. Ну, те, кто живет за пределами города Владимир, должны просто приехать. Абсолютно, абсолютно, это же, это же свобода передвижения, это лето, не только последний день лета, мы надеемся, лето вернется, и мы должны все сделать, чтобы лето вернулось. Я уверен, что нам посчастливится. Вот, кстати, если уж заговорили про наших земляков, легко ли стать знаменитым сегодня, ведь то, что сейчас вы привозите наших земляков сюда, это, наверное, определенный пример для тех ребят, которые будут слушать, которые будут, да, видеть, что, возможно, они тоже хотят выйти на сцену, вот, уже ни одного вывели на сцену, раскройте секрет, как это, что для этого нужно сделать? Вы знаете, сегодня, наверное, вот такая доступность телевизионная, информативная, дает возможность людям думать, с одной стороны, что это легко, выйти, спеть, я могу, не обладающий человек голосом, какими-то навыками, но, наверное, стоит этому поучиться для начала, да, второй этап, это когда за этим, казалось бы, очень легким жанром, да, такой праздничный, это огромный труд, огромный труд не только внутренний, да, но еще и знание, это обладать не только навыком, но и интеллектом, внутренним интеллектом, человеческим интеллектом, и за этим за всем еще лежит еще маленький нюанс, это везение, вот при совокупности этих всех трех, наверное, получается звезда, которая достойна аплодисментов, но это тоже только начало, и сказать о том, что эти ребята звезды, они себя таковыми, как правило, не считают, они считают людьми, рабочими, ну, простите за слово, лошадками, да, и они готовы дальше идти, работать и достигать новых высот, это труд постепенный, ну, и плюс ко всему, конечно же, Владимирская область, наши зрители обязательно их поддержат, им это дает силу, и давайте эту силу дадим им на целый год, заряд, аплодисменты. Слушайте, спасибо вам за то, что вы нашу область, именно рассказали о нашей области, о людях, не о местах, потому что обычно как, что такое Владимирская область, и начинаем вспоминать достопримечательности, но все равно не могу не задать этот вопрос, любимое место во Владимирской области, Елена, у вас какое, куда бы вы порекомендовали сходить, посмотреть, съездить? Владимирская область, это очень сложный вопрос, я безумно люблю и город Владимир, и нашу область, и где бы вот я не бывала, да, я честно скажу, что всегда хочется домой, всегда сравнивается, и когда идешь по улочкам нашего Владимира, особенно с каждым годом он все лучше и лучше, да, то есть такой провинциальный, ухоженный городок, я его безумно люблю, но я не знаю, мне кажется, вот я готова по Владимиру пройти по любой улочке, и просто вот у меня какое-то внутреннее такое удовлетворение, спокойствие в душе, что это мой город, я здесь родилась, я здесь живу, мне здесь нравится, мне никуда не хочется. Ну, все-таки любимый город это Владимир, столица Владимирского области. Хорошо, Вячеслав, у вас? Ну, это, наверное, не секрет, что Владимир мне стал родным всего лишь несколько лет назад, порядка 20, если я здесь остался и выбрал это место для жизни, это, знаете, соблазнов пожить в Москве или в других городах, это большое, но я с большой любовью и радостью возвращаюсь во Владимир и путешествия, и работая много в разных городах, да, потому что здесь моя семья, потому что здесь люди, которых я люблю, и здесь, наверное, то место, в котором мне дышится легко и спокойно. Ну что ж, встречаемся с 17-го. Обязательно, я обращаюсь ко всем зрителям, кто нас видит, мы делаем все, чтобы вам было хорошо и чтобы по-настоящему этот день был для вас праздником. С наступающим праздником и ждем вас 17-го августа. Я жду 18-00, 18-30, простите. А я жду с 12-ти часов, приходите, будет интересно. Спасибо большое Елена Ермакова, директор киноцентра и Вячеслав Макану, режиссер, организатор концерта «Знай наших» сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.